здравствуйте друзья мы с вами в солнечном санта-круз вот впереди там океан а сзади у нас гости светлана и к светлану знаете или вокруг нее гости вокруг нее гости значит таня и сергей так танечка ну давайте пару слов о себе так ну а какие у нас отношения расскажи закончила онлайн-класс закончила в январе и вот уже 6 месяцев как работаю так в этом в остине как там в остине работает я работаю стартапе принципе вот такой вопрос человек который работает в тестировании даже вот начинающий как вы для остина это уже приличные такие денежки то есть можно жить сколько стоит например в остине снять в нормальном приличном месте квартиру там нужно у вас какая квартира у вас ребеночка еще трехкомнатная квартира по-русски это как у нас тут комнату с туалетом на несколько так хорошо жить можно жить можно хорошо а вот я так вопрос теперь формулирует вот когда я говорю что начальная зарплата там тестеры после нашего курса вот где-нибудь там диапазоне 25-35 долларов в это вот у вас на вашей местности тоже так вот как раз хорошо так теперь такой вопрос значит а сергей глядя на вас тоже пошел или не глядя на вас пошел учиться глядя на успехи жены глядя на успехи жены да ну и так сложились обстоятельства как раз то есть вы не пошли вместе вы пошли по очереди так света увидела продается домик друзья полтора миллиона вот так а когда же он а только по и поэтменту просто так заходить нельзя но друзья этот домик продается на квартале который ближайший к океану самом конце но вот это это океанский квартал то есть конечно здесь земля очень дорогая ну мы идем дальше мы идем дальше я могу себе представить что можно купить в остине за полтора миллиона с хорошим видом это будет или под на холме там с видом вот мы живем в хорошем районе и мы смотрели на сцену так 500 тысяч до миллиона где то то есть за 500 тысяч это что же такое должно быть 2 с половиной может быть в техасе друзья высокий налог на недвижимость там зато нет какого-то другого налога какого у вас там нет налога а нет 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 налога штата ага ну вот а деньги все равно нужны поэтому получается так что налог штата не платят все кто получает зарплату а платят налог на недвижимость те кто имеет дома да поэтому для тех у кого домов нет там самая лафа можно сказать один налогов не платишь ну а по поводу апартаментов еще можем да так вот апартаменты они обычно это такой апартамент комплекс и там всегда есть бассейн спортзал док-парк это прямо внутри это все всегда включено это собачки а нет проблем с собачкой вот допустим у человека собачка ну немножко доплатить надо будет заплатить разово или каждый месяц у нас нет собачки так сложно но я знаю что там у них что-то какой-то фи они платят но есть такой клинок и то есть вы должны заранее заплатить то что от собачки может запах остаться еще что-то пару сотен большинство комплексов можно с собаками у нас много собак когда искали практически везде были эти парки для собак детскую площадку сложно найти в комплексе для собак всегда русская жизнь есть там в гости не магазин какой-нибудь колбасой с гречкой там селедкой белорусской магазин один есть точно так ну конечно не сравнить там маленький но основное есть основное есть желание всегда можно найти да но мы как бы не не часто но так вот из русского украинского что вы так употребляете у гречку ребенок кушает вот жареную не американскую вот мы в русском магазине так гречка хорошо творог но можно его найти и в таком магазине да есть есть я согласен да есть так мы больше так нас тут обгоняют много и там целая очередь да девушка проезжает давай на таком заемном велосипеде комьюнити русская есть немаленькая у нас есть русская школа по воскресеньям это что там происходит там как бы математика русские танцы лепка рисунок люди предлагают что что они могли бы преподавать детям разного возраста и а помещение откуда они арендуют помещение то есть там есть какой-то расход с этим связанный ну как бы мы платим за то что ребенок занимается преподаватели получает зарплату какой он он профит ну да то есть как бы такая самодеятельность но очень популярна популярного людей детки ходят с удовольствием большинство у них есть общение они у них есть друзья русскоговорящие а вот если сравнить америку вот данном случае остин да вы где-то еще жили или только в остине нет именно чтобы жить только в остине год путешествует значит вот если сравнить америку в основном остина но так плюс путешествия и допустим вот одесс вот как получается отличается отличается кстати остин иногда напоминает одессу потому что он вроде как не готовишь большой да мы какие-то параллели находим да остин отличается вообще в техасе он как бы не такой не такой техасский да все говорят что осень это там больше разнообразие то есть много людей а из индии есть у вас там есть и немало войти войти так а вот латинос тоже много латинос есть я думаю что есть районы где их больше дамы мы не так ну вот строительство с там сельское хозяйство нет есть все есть всех по чуть-чуть я бы так народ симпатичных целом вот так дружелюбные все очень приветливые да все вот мы там ну слышим мнение если народ приезжает допустим из нью-йорка и как бы то они бракали форта прям чувствуют разницу что в остине более такие как открытые улыбаются а ну так это из большого мегаполиса в небольшой как получается то есть то с незнакомыми здоровую цели ну да просто могут это просто в машине едешь и кто-то едет и могут помахать тут у нас какая-то тусовка вот хорошо так вам тут у океанчика нравится вы видели это все у нас на канале надо вот а когда вы начали смотреть на наше творчество три-четыре назад года года за три до переезда а как вы попали к нам на канал да так четко не помню но мне кажется мы собирались в америку и я смотрела что-то про про америка вы собирались путешествовать да просто путешествие как-то вот попали на ваш канал и начали потихоньку искали русскоязычных блогеров чтобы что-то показывал разные города что можно чем-то не с целью иммиграции в общем для путешествий да да мне кажется тогда мы попали смотрели несколько видео а потом какое-то время мы присъездили вернулись и не смотрели дальше а потом как бы постепенно постепенно как-то оно само собой и как-то вы стали частью нашей жизни вместе с мыслью с мыслью об иммиграции да как-то так все вместе да и вот то что у вас многие на канале говорят в принципе мы тоже можем подтвердить наверное если бы не было школы я понял то есть для вас это было ответом на вопрос чем заниматься в америке если переехать я еще должна сказать что я мы как мы уже решили что мы едем и мы уже знали что я пойду к вам я пошла на курсы в одессе на русском тестировщик для того что она какие какие пошли но я уже название не скажу так там есть это когда я просто ехала маршрутки увидела объявление это так просто для того чтобы как бы да вот уже немножко так подготовиться поэтому это тоже может быть такой совет если кто заранее подучиться у меня кто-то рассказывал на канале что я не помню где это было в киеве в карькове в минске в общем человек пошел на курсы домашние и там первое вот и в этом году они там сели гетнуга кто смотрел там вот портного видео и там половина смотрела вот а которые значит смотрели на остальных смотрят ну вообще это отстойка ведь них даже не подготовленный народ а вы смотрели видео на русском мои да да потестировали ваше видео смотрела поэтому этого материала много не бывает но не добывает времени мало материал то еще вся проблема на самом деле вот особенно онлайн класса не в том что материала не хватает а то что времени так как вам было учиться в онлайн все-таки это же но никто не стоит кнутом там надо как-то время выделять и как вы исправили мне немножко вот именно когда ты уже записан в класс это немножко легче чем допустим вот есть в открытом доступе да тот тот же допустим на русском ну да организует расписание как серебрится правда вокруг похоже на одессу или не очень то есть вода запах морской много воды так так хорошо идем дальше сколько времени заняло искать работу два с половиной месяца а что так долго то почему не две недели что что происходило начало феврале вот прям с минус 1 февраля так не знаю вот так потихоньку интервью сколько было за это время по телефону или лично не живьем фейс-то-фейс вот одно из него и получил то есть у вас прошло два с половиной месяца пошла получить чтобы попасть на фейс-то-фейс интервью да да шо ж такое то с компаниями по телефону было может быть штук 5 то есть вы как-то не очень не впечатляли ты как-то набираешь скорость и в этом моменту когда я уже пошла здесь на интервью там у меня уже были какие-то ожидающие ответа по телефону интервью и потом уже раз а я понял то есть у вас просто вы взяли разгон и если бы не оффер то может быть у вас в течение месяца было бы еще там три-четыре интервью то есть вы начали не быстро а вот с точки зрения возможности послать резюме вот остин сколько можно резюме послать там за неделю а он как раз шлет так но сколько можно послать тяжело сказать от недели зависит ну да много периоды что то есть многие позиции вроде как бы они новые но они повторяются которые это правда это правда бывают позиции что вроде бы там инженер начинаешь читать а там как бы и автоматизация нужно ему но это не повод не посылать до авто мальчик инженера требования меньше гораздо чем там я понял вы слишком много внимания уделяете потому что внутри потому что внутри вот обратите внимание что когда они вам звонят они вашего резюме не читали это хорошо чувствуется правда они видят человек вот значит и все если рекрутеры туда то они бывают и звонят и предлагают позиции девелопера да да знаете в первобытном обществе когда люди жили стадом там не было понятия семья вот в таком смысле как сейчас вот этот мужчина вот ее это его женщина они были как бы то есть все мужчины определенного возраста допустим были мужьями всем женщинам определенного возраста вот тоже самое на рынке происходит то есть всякий человек который ищет работу он так сказать готов оплодотворить любую позицию и наоборот поэтому открыто так идешь и никогда не знаешь какая сработает такая которая казалось бы там стопроцентно под тебя или казалось бы не вообще никаких шансов нет и то и другое смотришь разные компании рекрутеры размещают рекрутерские компании размещать вакансии да если появляется к это вакансия тут же там 10 объявлений от разных компаний это правда это маленький рынок потому что то есть менеджер берет и там но не 10 ну там три-четыре рекрутера и кидает и в эту позицию и три-четыре рекрутера начинают ее выкидывать и конечно да это обычное дело это просто одно из правил игры получается нет смысла работать с несколькими компаниями на одну и ту же позицию или нет гарантии что тот рекрутер с которым ты пообщался пошлет но он должен вам сказать тот рекрутер который шлет он вам говорит я шлю это вам сигнал чтобы другим сказать уже не надо если они вам предложат то есть они как бы правила игры такие что они из вашего одобрения не не шлют кто лежит на грядочке ну к сожалению тут у нас навести фокус не удастся ну лежит чек на грядочке читает а чаще но мог бы конечно лечь в другую сторону перевернуться ну друзья никто никто не идеален так ну идем тогда вдоль водички пошли вдоль водички меня смущает этот ветерок и как бы нам тут не не нашумел в микрофон да ну хорошо так родители ваши наблюдают за вашими успехами в смене профессии все говорят сережина мама с нами так это вот и вот ваша мама по одаренности я они они по-своему мама мама решила ехать примерно одновременно с вами или она раньше или позже как вот синхронизация какая-то было мы у нас процесс подготовки когда мы решили переезжать до момент переезда занял где-то около полугода когда мы только начали собираться мама наблюдала и как бы так нам сильно активно участие мама пенсионного возраста 57 лет но это уже пенсионную вас до в украине так и мама так я тоже поеду на работа мама работала активно очень но потом в какой-то момент буквально за два-три месяца переезда как-то так совпало общались тренер по легкой она решила с нами переезжать ну просто потому что ну нашелся для нее путь да то есть был этот вариант с визой для людей одаренных прямо с грин карты и не с визой а с грин карты она подала прямо на грин карту общались с адвокатом и как бы адвокат сказала что достаточно заслуг чтобы подавать сразу на грин карту она какая-нибудь заслуженная там со званиями а вы тоже спортсменка и его мама но хорошо а а вы у него мамы спортсмен я спортсмен то но я тренировался до легкой атлетики мама тренер по легкой атлетике я занимался бегали куда-то десяти борь я давайте чтобы это пусть не говорят что жадный 10 мамы для мамы это было в принципе такой ну что вот есть вот такой вариант в такой организации надо ехать а мама в принципе как бы говорила вы меня с собой берете или она совершенно независимо от вас не на массе сомневалась погодите все-таки мама она поездила по миру да если она тренер там такой она не была в америке как раз но так по миру была южная корея европа ну то есть у нее не было такого неожиданно вот пойдет куда-то и родину придаст все пойдет в сети тяжеловато так но дело ездить на соревнования путешествовать а переезд как бы тяжело все равно для нас было проще мы морально были уже готовы а вы чего вот снились вот вы себе там жили чего делали я работала бухгалтером вообще изначально так неплохой компании в японской потом компанию закрыли так японцы вот я перестала работать уже работала работал удаленно на продажах на американской компании а что продавали приборы ночного видения разбирали какие-то военные что и как бы и могут быть и военные могут быть для охотников прицелы что ли есть и прицелы бинокли да там на самом деле так много компаний которые производят и продают эти приборы но хорошо такая момент уже были несколько раз в америке я приезжал на выставки несколько раз в америку до этого на не брал собой мы вместе приезжали как таня туристом я по работе самом деле я еще до этого 10 лет назад учился в америке пару лет в тихасе и маленьком чему учились учился там на бизнес но понятно два года больше по спорту я я учился на спорт получал спортивную степень понял понял такой вопрос вот одесса так сказать это такая субкультура такая и вот там если вы собрались уезжать там на постоянку куда-то сша или там в европу вы должны скрываться или вы наоборот рассказываете люди за вас радуются вот как в целом атмосфера такая нет скрываться не должны не скрывались друзья родственники радовались но многие не понимали зачем и почему так хорошо так хорошо живете но просто но некоторые сказали так и понятно вы бы все равно рано или поздно уехали вроде как мы были так понял ненадежно слушать а вот одесская жизнь там осталось юмор привоз опера но какие-то ценности медицина все-таки здравоохранение какой есть криминал как то есть там можно выбрать хорошие продукты преступность как у вас там то есть не то чтобы там вот как раньше как бывало там последние годы более-менее спокойно было до нашего те сейчас это чуть хуже стало уровень жизни вот с точки зрения какой-то так нет нет какой-то поляризации среди населения вот связи с этим политическими событиями одесса никогда не была специфически там украинским городом то есть может быть есть подвижки но вот в этом смысле есть какой какое-то напряжение между людьми поляриз как это поляризованность и разные мнения просто сейчас обострилась ситуация в этом плане конечно есть нужно больше там одну сторону поддерживает кто-то другую тяжело договориться то есть каждый остается при своем мнении диалога дядя и дай интересный дяденька проехал так понятно но в целом как бы так спокойно да это не только одессы касается в целом украине ситуация что разделились не в целом особенно с этим не трогать октанечка а вот такой вопрос я задам простому человеку который не в курсе вот как бы вы объяснили в чем состоит работа тестировщика почему так получается что люди разных профессий в общем как-то легко переключаются вот что что это за профессия такая почему но первая мысль которая возникает это что вот по программированию драма код чтобы программист проверять не получается что их работа мы заходим на сайт и видим их работу то есть как пользователь да конечно там дальше ты когда развиваешься то ты уже и начинаешь покруче но для начала но вы не программируете я уже потихоньку вот за полгода да уже делаю авто тесты так называемые да и вчера свой очередной авто тест сделала подойдите но вы здесь командировки да так а что вы как бы работаете получается да ну наш офис сан-франциско и в остине у нас практикуется приехать другой город и поработать из другого офиса то есть вы тут реально не просто как дурака валяете а прям натурально работаете а дурака валяет за сергей или вы его на работу берете за компанию а на чем вы авто тестите селениум с джавой тест-н-жи а где же вы набрались то на работе там на работе в ресурсах наших нашего а вот у нас там были классы по в драйвер с джавой вы смотрели или класс но на пользу так конечно потому что для того чтобы понять вообще просто джава как работает как все устроено структура построена я на сегодня мне какой плюс что на работе это есть меня есть к этому доступ яма я как я могу смотреть да и делать свои автотесты как то есть вы можете посматривать как списывать ну да да загуглить вот мне нужно конкретно что-то за я могу загуглить да то я могу спросить ну так потихоньку ну чё же хорошо хорошо а планы какие-то творческие есть у вас ну вот дальше автоматизацию учить больше набираться всякого опыта значит вы занимались бухгалтерии а по образованию то есть но есть что-то общее между бухгалтерии и тестирование ну вот я никогда на анимальной работе мне это был прям главный вопрос почему почему ты переходишь из бухгалтерии в тестирование и прям вот я говорю ну я такая excited по поводу софтвер и я хочу вот технологии быть поближе а мне как бы ну все равно объясни почему но мое личное такое я когда же когда даже работаешь бухгалтером ты много используешь про программ всяких которые помогают тебя там все это посчитать и так далее и мне всегда было интересно это но я бы для интервью сказал бы иначе для интервью я бы сказал ребята может показаться странным со стороны но вот когда ты работаешь бухгалтерии да ты тоже в общем-то борешься что все было чисто чтоб не было ошибок что было по стандарту по требованиям по рекомендациям по каким-то нормативным документам и так далее то есть предмет конечно другой сам по себе но суть та же в общем то то есть как бы гораздо больше гораздо больше переносимого чем может показаться то есть я бы так и тем более все на компьютер да вот мне конечно мне всегда больше нравилось вот разобраться вода как вот как бы так сделать чтобы тут вот быстрее на посчитала или как на какую кнопку лучше нажать ну как понятно именно работа софтвер вот она все равно и ну знаете я бы чем еще сравнил вот сейчас смотришь люди разных профессий раз и пошел на убери там три копейки подработал правда вот и неважно он там программист или он допустим не знаю кто он там бухгалтер а на убери подработал потому что в сегодняшнем мире при том что есть профессиональные водители тоже но в общем то мы все водим то есть навык общее такой общежизненный навык превратился в профессию если нужно подработать то же самое вот с тестированием то есть мы уже настолько все пользователи до каждый день заходишь интернет на сайт да да что это в общем то на невысоком таком уровне уже становится способом заработка а уровень надо повышать конечно просто да постепенно когда работаешь ты начинаешь общаться с программистами ты начинаешь слушать их термины да и лексику ты уже начинаешь немножко ну плюс если это должно быть интересно нужно самому интересоваться да и начинаешь как это все потом начинаешь говорить на их языке с ними потому что первые первое время это не как бы было немножко сложно вот сергея от вас перепадает какой-нибудь экспертизы или там но какого-то влияния положительного терминологии может быть в концептуальном понимании есть какая-то проекция от жены я спрашиваю иногда как что вы делаете таня начинает показывать спрашиваю как ты общаешься там с программистами и вопросы задаешь что они говорят как митинги проходят нет я вот у меня прям была ситуация допустим ну какая-то есть ситуация в течение дня была я вечером прихожу говорю давай я тебе должна ее рассказать на сам процесс рабочий процесс то есть как бы когда учишь это другое чем когда нас а вот с точки зрения того что вот вы чего-то изучали какой-то курс и вам там рассказывать как пишут тест кейсы значит там как работать с реквармент как записывать ошибки и так далее потом вы попадаете в реальную жизнь и насколько пересекается вообще пересекается ну вот то чего у вас учили она прямо вот вот как как жизни или как по стороне немножко конкретно у меня мы не пишем тест кейс например но мы пишем баг-репорты и все как я все делала как как учили скажем так и все в этом плане все хорошо у вас есть видео с виктором про континент да это вот то как у меня на работе работу я то есть она мне было очень полезно у нас был паренек один он рассказывал как интервью проходил он он писал об этом другим студентам skype и он там написал что вот ребята там есть видео с виктором и когда я на интервью вот начал вот в этих терминах и об этом говорить отношение ко мне изменилось кардинально профессиональные сразу да ты профессионал ты как бы ты понимаешь в чем ты участвуешь а не то что вот сел там три кнопки нажимал да это она она мне помогло понять многое как у меня я понимала что вот это вот как он говорит она так вот так она есть просто нужно те кто только учат просто вот идти идти по его словам на иглу хорошо а тут варить какая стройка что ли нам ремонт идет обвалилась чуть так я думаю вам здесь и раньше все было такое ощущение что ремонтирует ну да хорошо ну что же давайте тогда знаете чего давайте мы поскольку сейчас время такое когда люди заполняют ну кто-то уже заполнил в основном наверно уже заполнили форма для участия в лотерее green card давайте может быть тогда им всем пожелаем успеха потому что во первых вы уже тут это вам энергетически дает некоторую силу плюс вы уже как бы можно сказать успешны начала пути да то есть это давай дает вам дополнительную такую энергию успеха плюс мы с вами находимся как нам говорят мастера эзотерики вместе силы какая-то еще природная энергия которую вы фактически транслируете на наших зрителей перенаправляете вот такой вы катализатор природного места силы через свой успех там и так далее значит вот давайте пожелайте всем чтобы выиграли да чтобы выиграли и если вы ничего не бойтесь доверяйте людям с опытом да ну то есть это намек на меня на Михаила доверяйте не задавайте лишних вопросов то есть в этом уже как бы есть положительный пример старый конь борозы не испортит ну да ну да я на позитиве и не бояться от себя тогда добавлю что уже выигрываете уже приезжайте мы с вами здесь пройдемся тоже погуляем это значит нас так как вот мы сюда смотрим на экране а тут раз и оказались вот в экране а у нас еще с собой было у наших гостей с собой было они как бы исповедуют здоровое питание правда и привезли с собой мешок здорового питания и мы сейчас вот вернемся с прогулки и будем готовить правильно в здоровом теле здоровый дух что америка на пользу я бы так сказала слушайте а вот с точки зрения вот продуктов которые вы покупаете вот я недавно тренером своим парка ротон москве живет раньше в киеве жил юрий спас кукотский вот он там говорит как вы там в америке говорит не знаю даже как там люди живут там же нет пищи хорошие там же все искусственное да такое вот и ну друзья сказали вот у него есть друзей там был и вот говорит что если есть ничего невозможно да и вот вы как с этим обходитесь есть выбор да есть выбор всегда есть из чего выбрать есть ну не хуже чем там на привозе отличается просто может быть кому-то тяжело то есть мы допустим там перед все жалуются невкусные помидоры огурцы на у нас немножко поменялось как бы направили диеты мы вот там всякая авокадо всякий кейл и и нам это нравится и нам это вкусно и мы совсем не страдаем как мы наоборот думаем а вот когда-нибудь поедем домой и мы не знаем как его писали будем поэтому индивидуально каждый но выбор есть любой можно на любые деньги на любой вкус я думаю что ну